здравствуйте драгоценные мои друзья оружие опасная вещь не только для того против кого она применяется но и для самого человека да сколько несчастных случаев знаете происходит на охоте в тире оружие это вещь которая бывает опасна для самого владельца потому что оружие могут отобрать и применить против него то есть оружие это ну в чем-то в чем-то обоюдо острый нож который может порезать вас а может защитить с ним надо уметь обращаться его надо контролировать должна быть определенная культура владением оружием если она в нашей стране по моему нет хотя у нас все время запрещают оружие все время там сложности да там гражданам вообще нельзя защищаться но вот сейчас огромное количество бесхозного но не бесхозного до оружия не учтенного как я понимаю не то что хлынет она уже хлынула страну так кажется наверное есть какие-то блоки там наша так сказать полиция нас бережет у меня ощущение совершенно другое что оружие сейчас станет доступно но во всяком случае криминальным элементам да то вот кто количество если раньше там показывали знаете там оперативные съемки там найдено там проводится обыск и найдено оружие показывают там какой-нибудь охотничьего ружьет дробовик какой-нибудь там пестик переделанный там из газового там или травматического в боевое да какую-то ерунду какие-то там самоделки редко такое боевое оружие то сейчас наверняка знаете и хорошие новенькие автоматы и замечательные пистолеты разных так сказать форм и западной и нынешние и даже гранатометы гранаты все это уже в россии да и это начинает стрелять это начинает взрываться и действительно пониманием что ну как в государство не контролирует это вы думаете стоят на страже нет абсолютно даже вплоть до того что некие вооруженные люди могут свободно перемещаться по территории как неудивительно ну вот к примеру российский военный взорвал гранату во время массовой драки в воронежской области военных взорвал гранату во время массовой дранки возле возле кафе то есть человек пошел в кафе с гранатой уже изначально не с пистолетом с гранатой и как конечно конфликт потому что с оружием человек борзый на а кто-то такой а кто вы да там как и какие-то разборки по какому-то поводу он взорвал гранату ну как бы выбиты стекла пострадал один человек хотя граната в общем то значит все таки повезло что она она могла убить очень многих совершенно значит еще дичайший такой случай что восемь человек восемь но не военнослужащих бывших военнослужащих дезертиров которые из зоны специальной военной операции оказались в подмосковье в подольске то есть это ну как бы тысячи километров тысячи километров от зоны специальной военной операции с оружием в форме эти люди ушли с так сказать со своих позиций по каким-то причинам то есть дезертировали это ну во всяком случае тяжкое преступление и знаете там в былые советские времена если часовой часовой бывали такие случаи там какие-то переживания часовой убегал до с оружием в руках бывает там стрелял своих там этих сослуживцев бывает нет убегал куда-то с оружием в руках поднимали там и военных прочесывали леса и полицейских то есть но очень быстро это ловили потому что это было чипы ну крайне такая чрезвычайная ситуация и обычно очень быстро находили там в течение там нескольких суток чаще там недели то есть человек с оружием очень опасен потому что он естественно с помощью этого оружия пытается добыть себе ресурсы он там магазин в дом может войти застрелить кого-то чего-то это вот на сегодняшний там дичайший случай по моему то тоже там убита цыганская семья 8 человек в том числе трое детей тоже в том числе потому что оружие без нас без без надзорно и какие-то люди которые из изначально да там может быть они бы с ножичком ходили там ну кого-нибудь пырнули да тут приходит из автомата 8 человек и тем более детей просто просто ложат вот в пять минут и им ничего ничего это не не шелохнется наверно в душе ну вот 8 человек задержаны ну по разным сведениям что они сами пришли и сдались в полицию но они доехали доехали зимой из зоны вот этой операции с оружием в руках приехали в подольск собирались калининград я не знаю как они собирались вроде как пересечь вот все-таки калининград это некий такой островок там надо пройти через территории прибалтийских стран но добрались до москвы ну хорошо что они ну вроде бы пока не совершили никаких преступлений на кого не нападали то может быть там под угрозой оружие заставили кого-то их перевести но друзья мои конечно понимание что контроля нету восемь человек куда-то ушли где они их никто не искал если они не проявились да если бы они ну я не знаю там переоделись гражданскую одежду а там автоматы может куда-то выкинули там или запрятали или или начали бандитствовать ну тогда бы их наверно все-таки сумели быстро задержать но все-таки представляете а только эти эти восемь человек или тысяча двадцать восемь или еще сколько-то там существует вот зная нынешнюю безалаберность государства вот эту показуху и все остальное уверены ли вы что как говорится люди там которые там по вашему городу ходят по вашему поселку это не дезертиры и не не разбойники при этом мы как бы я не знаю точно или не точно но по негативным среднем что и люди отбывавшие наказание тоже получают оружие для того чтобы так сказать участвовать в в этих событиях то есть а им то оружие они им уже привычно да и все власти оружие в их руках свобода то есть не так уж видимо и охраняют да не так силовики так сказать вот это границы потому что значит границ нету они проникаемы что может быть стоит конечно пост который проверяет машина но если вы разбойник преступность в вас во всяком случае можете просто хотя бы по лесу обойти этот пуст и все то есть сплошняком то границы нету нету там контроль на следовой полосы и ты хоть гранатомет хоть еще что-то пронеси с собой там ящик гранат и пожалуйста а ты уже привык как говорится иметь дело с оружием на это но как бы человек ценность человеческой жизни обычно тоже теряется это друзья мои но угроза для каждого из нас для всей страны потому что вот вот это вот а спросить не ского все все верно все справедливо так что друзья мои печально печально и дело рук утопающих дело значит самих утопающих так что осторожность осторожность внимательность к себе и детям к близким посторонним не открывать вечером не ходить на там смотреть если видите каких-то людей странных лучше обойдите отойдите убегите если нужно да сберегите свою жизнь здоровье и сказать здоровье своих близких потому что времена действительно наступают темные тревожные то есть вполне возможно что начнут бродить банды вот таких граждан кто-то из них хороший человек да не будет может душегубствовать но кто-то нехороший и будет этим заниматься с удовольствием сумеет ли нам помочь так сказать правоохранители я сомневаюсь они сами сидят вот своих этих отделениях полиции как в крепости сами сидят и боятся себя могут ли они защитить вопрос но смогут ли они защитить нас у меня в этом уверенности абсолютно нет все драгоценный пока счастливо